Привет, я Слава Сид. Мой творческий путь как диджей начался в 1999 году, то есть фактически уже 20 лет. За это время я работал во многих барах, клубах, ресторанах Санкт-Петербурга. Был 6 лет резидентом летучего голландца, это корабль в центре Санкт-Петербурга. Выпустил около 7 миксов, все они есть, доступны в интернете. Но главным своим достижением, я считаю, выступление на фестивале Global Gatorade в Англии. Это был 2012 год, я выступал на разогреве у Пола Кенфольда и Фейтлес. Мне понадобилось фактически около 20 лет, чтобы понять, что нужно писать свою музыку. И в 2018 году я прошел курсы обучения по Ableton Leaf. Результатом стали несколько выпущенных релизов уже в этом году, их порядка 6. И, собственно, я продолжаю писать музыку и уверенно идти к своей цели. Что касается площадки The Amadei. Рекламу этой площадки я увидел в Инстаграме и заинтересовался ею, сразу все изучил. И, в принципе, мне понравилось то, что услуги для музыканта там очень-очень широкие. То есть ты можешь выбрать как бы все, что хочешь для себя, и любой музыкант найдет что-то полезное для себя, для своего творчества. Мы недавно с ними начали работать с этой площадкой. И что мы сделали совместно? Они помогли мне доработать мой новый трек до звучания треков мирового уровня. То есть там современный модный саунд. Трек действительно качественный, мне очень нравится, он действительно качает. Дальше мы подписали этот трек на лейбл американский. Сейчас этот трек зарелизен уже на всех площадках, его можно найти. Также мы сделали рассылку данного трека по топовым диджеям, около порядка тысячи. Также радио и блогом. То есть мы по результату этой рассылки получим фидбэк от практически мировой топ индустрии. Естественно, это не может не радовать. То есть данные услуги мне, считаю, что очень помогли в плане именно дистрибуции и распространения моего трека. Ну и плюс подписание на лейбл. То есть самостоятельно я как диджей, как и Дениса, наверное, вряд ли смог бы это все сделать. То есть DIMOD я считаю идеальной площадкой в данном случае. Мой новый трек называется You Must Take It. Процесс написания трека, наверное, как у всех. То есть тебе в голову приходит какая-то мелодия, ты начинаешь искать, подбирать под нее какие-то подходящие слова. Дальше все это фиксируешь, пишешь лирику. Половина стихов для трека написал я сам лично. Дальше мне помогли его доработать уже англоязычные продюсеры, вокалисты, скажем так. Записали вокал, сделали саунд. Собственно, на это все ушло примерно два месяца. В результате трек готов и выпущен уже на американском лейбле. Что касается творческих планов, в планах, естественно, продолжать писать музыку, продвигать ее активно на музыкальный рынок и полностью этим заниматься. Цели, к каким я иду, наверное, для любого артиста-диджея цель это выступление, естественно. То есть выступление на больших площадках, в больших клубах по всему миру. Это в идеале. Собственно, это, наверное, основная мечта любого артиста-диджея. Продолжение следует... Продолжение следует...